В этом уроке мы рассмотрим математические выражения, логические выражения, битовые выражения и строковые выражения. Для вычисления значений по формулам в Паскале имеется выражение, состоящее из операндов, то есть это данные, константы и переменные, связанные между собой арифметическими операциями. Каждая арифметическая операция имеет два операнды, расположенных слева и справа от знака операции. Допустим, x это какая-то у нас операнд, какая-то переменная, и y. Вот это вот два операнды. Между ними ставится какая-то операция, знак операции. Допустим, сложение. Мы присваиваем z результат вот этой операции. Существуют основные математические операции, которые поддерживаются языком Паскалита. Это вычитание, деление, умножение и еще две дополнительные операции, которые есть, наверное, не только в этом языке, но нет в математике. Это целочисленное деление div. Результат от такого деления имеет целый тип, то есть z это тип интегер. Результатом такой операции является остаток отбрасывается, наоборот. Остается только то, что до запятой. Сейчас я вам покажу на примере. Допустим, вот у нас, сейчас, секундочку. Вот у нас операция происходит. Циферка 7 мы делим на 2. Див целочисленное делим на 2. 2. Результатом такой операции должно стать 3. Дело в том, что при делении на 2 обычным способом мы получаем 3,5. Это из математики. А операция div у нас оставляет только цифру 3 и отбрасывает все то, что остается после запятой. Вот это вот у нас убирается. Еще существует операция mode. Это остаток от деления. Ну, это примерно то же самое, только в данном случае у нас остается 5. Когда мы 7 делим на 2 получается 3,5. А если мы сделаем так 7 mode 2 то получится 5. Так как у нас вот это вот остается пятерка, а тройка отбрасывается. Я думаю, все понятно было. Если вам что-то непонятно, перематывайте назад и слушайте еще раз. Не стесняйтесь. Итак, каждая арифметическая операция имеет свой приоритет. то есть существует в Делфи очередность операции, очередность выполнения. Как и в математике существует приоритетность. То есть, допустим, мы же знаем, что в математике сначала выполняются операции в скобках, а потом уже все, что получилось, допустим, 2 плюс 3 в скобочках умножить на 1 минус 1. Вот так вот. Сначала выполняется операция, которая в скобках. 2 плюс 3 5. Потом учитается, получается 0. И только потом уже выполняется операция умножения. Это есть приоритет операции. Причем, если операции являются равными по приоритету, то они выполняются слева направо. Более высокий приоритет имеют операции умножить, делить, диф и мод. Вот в таком вот порядке они выполняются в программе. Если же остальные операции у нас записаны, это плюс и минус, то они выполняются после того, как эти операции выполнить. для указания приоритета операции используются записи программы скобки. Как я уже показал на примере, как в обычной математике скобки записываются. логическими логическими Для манипулирования логическими величинами, то есть это у нас истина или ложь, true или false, лоббик паскаль имеется четыре операции. Это and вот так вот она записывается. or and это у нас и or это у нас или логическое и и логическое или еще логическое исключающее или то есть результатом будет ее истина, если операнды не равны друг другу. В противном случае будет ложь. И такое выражение not, то есть отрицание. Вот такие логические выражения. Операция not имеет наивысший приоритет, операция and более низкий. Сначала идет по приоритету not and and операции or и xor имеют самый низкий приоритет. вот в таком порядке они будут выполняться. Вот это самый высокий приоритет, более низкий и самые низкие вот эти. В случае логических операций применимы также скобки, то есть мы можем сделать следующее записать напишем а или б и а или с. Вот таким вот образом мы можем записывать логические выражения. В основном такие штуки логические применяются в условиях. Что такое условия и как они записываются мы рассмотрим в следующих уроках. А сейчас поговорим немного о битовых выражениях. В Object Pascal имеется возможность выполнять операции над отдельными битами числа, которые представляются в машинном коде программы в виде одного или нескольких байтов. Если типы операндов битовых операций отличаются, то результат имеет соответствующий типу данных с самой короткой длины в байтах. Результат вычисляется путем применения битовой операции с соответствующим парным битом каждого операнта. Непонятно сказал, но если что-то непонятно перемотайте назад, прослушайте еще раз. К битовым выражениям относятся такие же операции, как экологическим то есть это and or x or not но кроме того существует дополнительные две операции это SHL битовый сдвиг влево и SHL битовый сдвиг вправо вообще что такое битовое выражение выражение вообще посмотрим как будут применяться такие вот операнды выражения допустим битовое число как оно записывается записывается в виде единиц и нулей для процессора понятно только значение единички и нули вот допустим такое число как применяется операнды такие пишем and и вот допустим такое число результатом будет значение 1 0 1 1 и 4 0 тут же в этих же битовых выражениях существует приоритет операции причем операции нод имеет наиболее высший приоритет операции and SHL и SHR более низкий операции or или x or имеет самый низкий приоритет вообще вот такие вот штуки битовые выражения я вам просто для ознакомления привожу мы будем очень редко их использовать в программе ну наверное насчет битовых выражений я вам это все сейчас я вам расскажу про строковое выражение для строк определена только одна операция это сложение или сцепление обозначается она символом плюс нам плюс результатом является строка полученная сцеплением левого и правого операции то есть вот у нас две строки привет сейчас секундочку привет ставим плюс и пишем вторую строку мир блин мир вот так вот результатом будет привет мир вот такая вот строка вот что касается операции со строками существует оператор присваивания который я вам рассказал в прошлом уроке пишется имя переменной и какое-то значение вот так вот записывается оператор присваивания после всех команд не забываем пишется точка с запятой в левой части указывается переменная вправо указывается то значение которое должна принять это переменная причем все эти операторы можно применять которые я перечислил только внутри логических скобок скобок спасибо за внимание жду вас в следующих уроках